Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. И сегодня мы поговорим о нововведениях, которые ожидают нас всех по линии Росреестра. Расскажет нам об этом Ольга Анисимова, руководитель управления Росреестра по Хакасии. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Добрый день. В ближайшее время Росреестра Хакасии передает часть своих полномочий в МФЦ и кадастровую палату. Вот какие и почему это происходит? Ну это давно уже происходит. С 2011 года уже параллельно с нами принимают документы на государственную регистрацию сотрудники кадастровой палаты. И уже также наравне начинают уже в полную силу принимать документы на регистрацию, на кадастровый учет сотрудники многофункционального центра. Это делается для того, чтобы реализовать вообще мероприятие дорожной карты и указ президента от 2012 года номер 601. Согласно этих документов у нас к концу 2015 года сотрудники многофункционального центра должны принимать не менее 70% объема документов, принимаемых на регистрацию. Поэтому мы стараемся это реализовать и передаем полномочия. Поэтому с 1 сентября этого года у нас прекращается прием документов на государственную регистрацию сотрудниками нашего управления в четырех муниципальных образованиях. Это в городе Абакане, в городе Саиногорск, в городе Абаза и в Черногорске. А чем тогда будут заниматься ваши специалисты? С них работы станет меньше? Нет, поверьте, нашим сотрудникам достанется очень много работы, потому что чем больше документов принимается через МФЦ и кадастровую палату, тем больше нам работы с этими документами. У нас создаются специальные отделы, которые будут вообще корректировать документы, принимаемые другими сотрудниками и шлюзовать эти документы. Ну и точно так же наши государственные регистраторы будут проводить государственную регистрацию и проводить правовую экспертизу, осуществлять. У них будет уже гораздо больше времени для того, чтобы более тщательно проверить документы, которые сданы для регистрации. То есть я правильно понимаю, МФЦ и кадастровая палата, они только принимают эти документы, а в общем-то передают вам и работа та же будет, что и раньше делается. Да, 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 сотрудники передают нам документы. Ну это электронным образом происходит. Передача всех сведений, принимаемых на регистрацию, и мы тогда обрабатываем эти документы. Но уже сейчас вообще не обязательно выходить из дома, чтобы получить некоторые услуги Росреестра. Какие и как? 1 июня этого года у нас все граждане Российской Федерации получили возможность сдавать документы на государственную регистрацию в электронном виде. Для этого им необходимо получить электронно-цифровую подпись. У нас практически до этого уже три услуги основные, оказываемые Росреестром, оказывались уже в электронном виде. А вот, наконец-то, четвертая услуга будет нами осуществляться и предоставляться в электронном виде. Это значит, сидя дома и выходя, не поднимаясь со своего дивана, за своим компьютером, подать документы на государственную регистрацию. И точно так же в электронном виде можно уже получить документы, подтверждающие, что эта регистрация произведена. Но нужно иметь электронную подпись. Да. В удостоверяющем центре необходимо получить эту электронно-цифровую подпись. Это достаточно сложная процедура, вот, получить электронную подпись? Она не такая же сложная, но она, наверное, затратная, потому что где-то около двух тысяч будет это стоить. И, наверное, скорее всего, это неудобно будет для простых граждан, которые на протяжении своей жизни два или три раза могут обратиться за государственными услугами Росреестр. Потому что мы не так часто продаем квартиры и покупаем. Это, скорее всего, будет удобнее для тех сообществ, которые занимаются очень часто сдачей документов на регистрацию. Это риэлторские агентства, банки, нотариусы. Вот им необходимо позаботиться о том, чтобы получить эту электронно-цифровую подпись. Но еще изменения. Вы говорили ранее о том, что сейчас у нас пропадут как таковые свидетельства о регистрации. Вот те самые напечатные бланки, красивые, с гербовой печатью. Как у нас это произойдет? Что будет вместо них? Будет ли вообще что-то? Или просто мы все будем в единой базе? Свидетельства о государственной регистрации действительно те красивые бумажки, которые мы раньше выдавали зеленого цвета, голубого цвета, они были разноцветные. 31 декабря этого года мы прекратим выдавать свидетельства, но при этом гражданин будет иметь возможность по своему усмотрению получить свидетельство о регистрации, но это уже не красивая бумажка, а просто белый лист бумаги с печатью, с подписью форматом А4, либо выписка из Единого государственного реестра прав, которая будет подтверждать произведенную государственную регистрацию. Кстати, выписку получать гораздо лучше и удобнее, потому что она актуальная. У нас свидетельство выдается, и потом после этого могут производиться какие-то изменения в Едином государственном реестре прав. А выписка, она актуальна на день выдачи, поэтому когда покупаешь квартиру, лучше удостовериться, что на руках у продавца есть выписка, которая актуальна, и там действительно очень достоверные сведения, актуальные на день продажи. В ближайшее время у нас будет создана единая база данных республики по линии Росреестра. Как это происходит, что для этого нужно? Да, действительно, у нас 22 августа начинается очень серьезный процесс централизации наших локальных баз данных. То есть у нас сейчас по республике есть 7 локальных баз. И до 1 сентября, я надеюсь, что у нас очень хорошо должно пройти объединение всех этих локальных баз, и будет создан единый реестр республики. И это первый шаг к тому, чтобы к 2018 году у нас вообще был создан единый государственный реестр объектов недвижимости по всей Российской Федерации. Это нам даст возможность вообще экстерриториальным способом регистрировать права на недвижимое имущество, независимо от того, где объект находится и где находятся, допустим, участники сделки. Можно, находясь в городе Абакани, подать документы на регистрацию в городе Москва на объекты, находящиеся в этом городе, и произвести государственную регистрацию, не выезжая в город Москва. В связи с этим я хочу обратиться с просьбой гражданам нашей республики с 26 августа по 1 сентября воздержаться от сдачи документов на государственную регистрацию при возможности не посещать офисы как МФЦ, так и кадастровой палаты. Потому что централизация – это очень сложный процесс, требует серьезных технических проработок и возможны даже какие-то сбои и потери о сведении из Единого государственного реестра прав. Мы, конечно, полностью не прекратим прием документов, потому что, естественно, разные бывают жизненные ситуации, кому-то необходимо срочно в течение трех дней зарегистрировать право, сделку. Мы будем принимать на бумажных носителях документы, мы будем производить запись в ЕГРП также на бумажных носителях, но потом это двойная работа, мы будем внуждены вносить сведения уже как бы по второму разу. Поэтому просим воздержаться от сдачи документов на государственную регистрацию и после 1 сентября уже обращаться к нам, мы вернемся к нормальному прежнему ритму работы. Еще один вопрос, который сейчас затрагивает достаточно многих, это новый налог на имущество, он рассчитывается по кадастровой стоимости, как ее узнать и можно ли как-то ее спорить? Уже многие столкнулись с тем, что участки по 12 соток оцениваются по 5 миллионов рублей. Да, есть такое, потому что у нас уже с 2015 года начали получать квитанции об уплате налога собственники административных зданий, торговых центров, то есть те собственники, которые имеют в собственности административные здания более тысячи квадратных метров. И у нас уже им налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. Если раньше налог исчислялся, исходя из инвентаризационной стоимости, а она была гораздо ниже, чем кадастровая, то и соответственно сумма налога у нас увеличивается. Поэтому у нас участились сейчас обращения в комиссию, у нас создана при управлении Росреестра комиссия по оспариванию результатов кадастровой стоимости, где можно в принципе эту кадастровую стоимость уменьшить. При этом надо предоставить отчет о рыночной стоимости, и если у нас не более 30% разницы, то комиссия может принять положительное решение, то есть уменьшится стоимость, и соответственно размер налога также уменьшится. Как это сделать? Просто к вам обратиться? У нас, кстати, на сайте нашего управления Росреестра размещена вся информация о том, как работает комиссия, в какие сроки рассматриваются заявления, какие документы необходимо предоставить для того, чтобы действительная комиссия приняла к рассмотрению заявления. А узнать кадастровую стоимость также можно через наш сайт, через портал Росреестра, и можно зайти на публичную кадастровую карту для того, чтобы узнать кадастровую стоимость своего объекта. Там необходимо просто набрать кадастровый номер, и можно будет увидеть это и рассчитать налог. Налог можно рассчитать через сайт налоговой службы. А вообще от чего зависит кадастровая оценка? Она производится на все участки сразу, либо каждый конкретно рассчитывается? Ну вот потому и получаются споры, и многие не согласны с кадастровой оценкой, потому что она происходит массовым способом. Есть определенный заказчик, допустим, у нас правительство, они размещают информацию, они проводят торги, и тогда производится массовым образом оценка. И в данном случае, что осложняет у нас для того, чтобы получить достоверную кадастровую стоимость, не учитываются конкретные индивидуальные какие-то параметры объекта недвижимого имущества. Там может не учитываться, допустим, площадь, расположение, этажность и так далее. Поэтому здесь необходимо будет тогда обратиться к оценщику, который рыночную стоимость предоставит, и она будет содержать уже достоверные сведения. Но налог рассчитывается от стоимости этой кадастровой, и там меняется процент, насколько я знаю, вот этого налога. Ну вообще при исчислении налога учитываются как бы три основных параметра. Это вот базовая ставка, то есть это сейчас кадастровая стоимость, потом это размер самого налога, ставки, который может устанавливать орган муниципального образования, ну и какие-то определенные льготы и вычеты. Причем органы местного самоуправления, они принимают ставки налога, они по-своему, по-разному. В разных регионах по-разному. В разных регионах по-разному, да. Где-то они могут уменьшить вообще до нуля ставку налога, а где-то увеличить, ну не более чем в три раза. Потому что, ну есть у них такие привилегии, полномочия, причем как земельный налог, который мы уже платим с 2006 года, так и налог на объекты капитального строительства, они составляют казну органа местного самоуправления. Чем выше эта ставка, тем больше, конечно, доход. У нас уже известен вот этот вот процент? На сегодняшний день пока неизвестно, но вообще я хочу сказать, что гражданам пока не стоит беспокоиться, независимо от того, что они с января 2016 года начнут уже получать уведомления об уплате налога уже по новой цене, исходя из кадастровой стоимости. У нас вообще предусмотрен переходный период до 2020 года. И постепенно-постепенно это будет вот как бы, исходя из наших реалий, устанавливаются эти ставки, которые позволят, ну немножко привыкнуть гражданам к увеличению вот этого размера налогооблагаемого. У нас произошли еще изменения в земельном законодательстве, вот расскажите о них, пожалуйста. Да, сейчас ужесточаются вообще требования к пользователям земельных участков, потому что раньше, если за нарушения в сфере земельного законодательства были штрафы совсем небольшие, и поэтому у нас были такие граждане, их было немало, которые считали, что нам лучше заплатить штраф 500 рублей, чем там, допустим, отказаться от какого-то клочка земли, который они там сами самостоятельно захватили, и вот это самозахватом вот этим пользуются. То есть сейчас у нас вообще штрафы за нарушения в сфере земельного законодательства, они зависят также от кадастровой стоимости, и составляют не менее 5000 рублей уже для граждан. А юридические лица у них вообще увеличились штрафы в сотни раз, можно сказать. Если раньше было 10 тысяч штраф, юридическому лицу можно было выписать, то сейчас наименьший размер штрафа 100 тысяч рублей. Сумма ощутимая уже. Ощутимая сумма, да, и поэтому у нас уже участились как бы судебные споры. У нас получили дополнительные полномочия наши земельные инспекторы. Мы сейчас можем, не выходя на место, как бы предварительно провести проверочное мероприятие. Это называется административное обследование. При этом не привлекать никого. Можем через какие-то информационные системы, можем каким-то определенным измерительным прибором. Сразу захватывая всю улицу. В общем, посмотреть и увидеть, где есть, если какие-то самозахваты, то мы обязательно эти земельные участки в качестве объектов для проверки будем включать на следующий год, либо будем проводить внеплановые проверки. Тогда у нас результативность наших проверочных мероприятий станет гораздо выше. Ну, я надеюсь, что это поможет нам навести порядок в сфере землепользования. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.